Венесуэла Интернационал и Гуано Продуксионас представляют Охота за миллионером В ролях Диего Бертье, Фабиола Кальминарес, Джахайра Орта, Альберто Иссова, Эвелин Сантос, Фернандо де Сориа, Денис Дибо, Поль Вега и другие. Оператор Фернандо Вера, композитор Виктор Даниэль, автор сценария Ани Фондердайс, режиссеры Альдес Альвин, Тонио Вега, продюсер Луис Льоса Уркия. Девятнадцатая серия окупи, reduces меньше окупи, pequeño, прох universo, свят alternative делим Девушки отдыхают. Я не знала, простите. Не знала. Все они хотят выяснить, кто ты такой. Это, наверное, тоже сестра послала. Я так думаю. Обложила со всех сторон. Моя взяла. Понимаешь, Педрита? Я уверена, она не себя из-за того, что я ее обоскакала. Каролина, кто бы мог подумать? Этот таинственный незнакомец положил на тебя глаз. Он выбрал тебя. Это уже не шутка. Все очень серьезно. А что здесь такого? Моя крестница станет женой Миллионера. Представляешь? Мама и Эва садят с ума. Не сомневаюсь, они просто лопнут от залисти. Заметил, как на меня все смотрят? Может, пойдем пообщаемся с девушками? Супрожняемся с Блицами. Пошли. Ты его видела или нет? Нет, видела актера в костюме из какого-то ужастика. А потом сзади подкралась эта тетка. И я? Да, да, Алисия. Она меня так напугала. Актера я тоже видела. Зачем ты вообще сюда пришла? От тебя никакого толку. Можно подумать, ты меня наняла? Извини, но я так готовилась. Подбирала песню, одежду, все впустую. Я проиграла, просто села в лужу. Ты идешь почти вровень с Каролиной. Я ей уступила. Меня бесит не то, что она выигрывает, а то, что она делает это мне назло. Ты бы видел ее шедевр. Просто вода, лед и клубника. И за это 10 баллов. Представляешь, как же троузен из клубники. Это и я умею. И я? Как можно настолько не уважать себя? Не понимаю, Сильвия. Каролина ловит себе мужа-миллионера на конкурсе. Видела ее? Ее показывали по телевизору, и меня тоже. Я задержусь. У хозяйки дочь участвует в конкурсе. Интересно, удастся ли ей подцепить миллионера? А как там папа? Все играет в домино. Этот бездельник меня доконает. Мигель, прошу тебя оставить эти хозяйские замашки и не говорить со мной в повелительном тоне. Не забывай. Я взрослая женщина, а у тебя еще молоко на гублах не обсохло. Но пойми, Ассенсьон, мне так хотелось тебя увидеть. Когда ты еще раз войдешь в эту дверь, ты скажешь. Здравствуйте, сеньора Ассенсьон. Могу ли я с вами поговорить? Не врывайся сюда, как петух, свой курятник. Не понимаю, что за безобразие. Хорошо, я признаю, был неправ. Прости меня. Прости. Не горячись, Мигель, не горячись. Я же здесь работник. Я не могу все бросить. Убежать за тобой, как какая-нибудь дурочка. Ну, хорошо, хорошо, я виноват. А теперь, Ассенсьон, мы не могли бы поговорить. просто как друзья. Хорошо. Загляни сюда вечерком. Но если я буду одна, я не одна. Мы с тобой поговорим. Согласен? Да. Я не могу поверить, пока не могу. Эва, Эва, моя Эва. Выставляю себя напоказ перед всей страной, чтобы выйти замуж за денежный мешок. Не могу поверить. Нет, 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 погоди-ка. По правде говоря, ты сам довел ее до этого, Эдуардо? Сам? Теперь я понимаю, я все понимаю. Вот почему она танцевала с Филиппой Кастильо. Дала мне отворот-поворот, продала свадебное платье. Теперь ей подавай мужа, миллионера. Нет, моя дочь пошла на это не из корысти. Она не из тех вертихвосток, что готова на все ради денег. Но она разуверилась в людях. Ее надежды обмануты, сердце разбито. Она так изменилась, что я сам не узнаю ее. И виноват в этом ты, Эдуардо Самора. Это ее не оправдывает? Не тебе судить ее. Другая на ее месте упекла бы тебя за решетку. Так что не строй из себя оскорбленную добродетель. Меня этим не проймешь. Не верю своим ушам. Не верю? Неужели ты ее одобряешь? Невероятно. Говорю тебе, моя дочь влюблена в тебя без памяти. Конечно, она очень зла на тебя за то, что ты натворил. Но если она вернется к тебе, то забудет про этот чертов конкурс. Да, пожалуй, ты прав. И что же нам делать? Что делать? Нет, нет, не нам, а тебе. Тебе придется доказать ей, что ты исправился. Но я только это и делаю с тех пор, как мы расстались. Еще бы! И ссоришься с ней каждые пять минут. Я же знаю свою дочь. Ты должен держать себя в руках и во всем ей поддакивать. Отныне, чтобы она не сделала, ты будешь отвечать, хорошо, дорогая. Понял? Но пока я... И не спорь со мной, мать твою! Какой же ты упрямый! Если тебе говорят, что иного пути нет, значит, так оно и есть. Одно из двух, Эдуарда Самора. Или ты во всем слушаешься меня, или сиди и смотри по телевизору, как твоя невеста выходит замуж за другого в прямом эфире. Налей мне еще! Тебе уже лучше? Никогда еще так паршиво себя не чувствовал. Скорее бы домой. Нет, Филипп, прошу тебя, ты не можешь уйти? Хасе Луис хочет с тобой поговорить. Зачем мне с ним разговаривать? Я и так знаю, что он скажет, передай ему мои сожаления. Посиди еще немного, вы с Хасе Луисом должны кое-что прояснить. Я и так уже проклинаю себя за то, что не ввязался во все это. Но дело сделано. Побудь здесь пару минут, не больше. Хасе Луис сейчас придет. Дождись его. Эва, мне кажется, ты что-то загрустила. Да, ты прав. По-моему, я пела мне так уж плохо. Почему он так низко меня оценил? Не знаю. Лично мне очень понравилось. Если честно, я сам не понимаю. Да. Меня ты просто очаровал. Ты пела очень проникновенно. Спасибо. Я бы дал тебе 10 баллов. Выше нос. Не расстраивайся из-за этого типа сущности, он того не стоит. Поверь мне. Но ты с ним знаком. И ты считаешь, что мы зря стараемся. Разумеется, нет. Послушай, у нас было множество кандидатов. Но я выбрал его, потому что мне показалось, что он лучше. Эва, я честный, искренне малый. И не стану обманывать зрителей, тем более девушек. Я так сказал о нём только потому, что он не сумел тебя разглядеть. Спасибо. Мне очень приятно это слышать. Хотя бы узнала, что не опозорилась. Пойдём. Сильвия, это Хаса Луис, продюсер. Привет. Привет. Сестра за мной присматривает. Пошли, уже поздно. Держись. Завтра увидимся. Пока. Пока. Вы не знаете, миллионер уже уехал. Откуда мы знаем, его где-то прячут от нас. Наверное, чтобы он сразу же от вас не сбежал. Что это у тебя? Махалка. Неудачница. Что же мне делать? Остаться и хоть что-то разнюхать или уйти. Ты ещё здесь? Я? Представь себе. Мне позвонил Дюльмир и сказал. Вален, никуда не уходи, мне нужен твой совет. Такой милый. Привет. Это Мирея, вы знакомы? Нет. Привет, я Валентина Сулага Кол. Мирея Гарсия, очень приятно. Ладно, Хасе Луис, говори, зачем пришёл, но только покороче. Я хочу уехать домой, поесть горячего супа и завалиться спать. Тише, Филиппе, тише. Не будем ссориться. Я не ругаться с тобой пришёл. Давай поговорим спокойно и откровенно. Вот так? Да, да. И я не буду упоминать о твоих обязательствах, о контракте, о твоём обещании, возмещении ущерба, судебном иске и прочих неприятных моментах. Как хочешь, Хасе Луис, как хочешь. Но только учти, я против тебя ничего не имею. Даже не знаю, почему ты видишь во мне врага. Пойми, я не привык смешивать работу и личную жизнь. И все свои проблемы мои сотрудники должны оставлять дома. Нет, постой, постой. Во-первых, я не твой сотрудник. И во-вторых, я влез в этот конкурс, чтобы мне помогли найти спутницу жизни. Ты предложил мне свои услуги, и я согласился. Но я не нанимался на работу и не назначал тебя своим боссом. Ладно, ладно, поставим вопрос иначе. Ты пришёл сюда, чтобы найти себе жену. Но я вынужден тебе напомнить, что у этого конкурса есть правила и нормы, и ты их нарушил. После сегодняшнего тебя даже близко нельзя подпускать к эфиру. Так что расставим все точки над «и». Ты обманываешь и меня, и себя. Тебе абсолютно не нужна ни жена, ни этот конкурс. Вот и скажи мне прямо, ты хочешь остаться? Или нет? Ты можешь мне ответить честно и прямо, да или нет? Сеньора, Сунькин, не будьте злюкой, позвольте дождаться Каролины. Пожалуйста. Нет. Мы так волновались и хотим знать, как всё прошло. Спросите её завтра. Вы не даёте мне закончить работу. По домам, по домам. Мы будем молчать. Молчать на тебя-то не похоже. А что изменит какие-то 15 минут? Без вас многое, а с вами ничего. Идите, идите. Сеньора, Сунькин. Всего хорошего. Ещё минутку. Нет. Привет. А вот и я. Хосе Луис. Ну, разумеется, я останусь. А как же иначе. Но сейчас я поеду домой, а завтра мы всё обсудим. Да, конечно. А что ты выкинешь завтра? Затаишься у себя в комнате? Вдруг заортачишься или снова напьёшься в стельку. Чего мне от тебя ждать? Ты сказал, что я тебе не босс. Но ты сам вынуждаешь меня так себя вести. Мне пришлось мчаться к тебе, выманивать тебя из твоего логова и за шкирку тащить сюда. Ты так себе представляешь своё участие? Всё, всё, всё. Да, да. У меня личные проблемы. Жуткие, кошмарные личные проблемы. Сейчас самый тяжёлый момент в моей жизни. И я даже не знаю, смогу ли я его пережить. И только поэтому, только поэтому я здесь. Ясно, Филиппо. Я бы не стал лезть в твою жизнь, если бы это не отражалось на программе. Но всё прошло замечательно. Замечательно? Всё было просто ужасно. И ты это знаешь. Начали в самый последний момент. Я влез к тебе через окно и заставил ехать сюда чуть ли не под дулом пистолета. А по-твоему? По-твоему, замечательно. Первый тур – это самое настоящее, халтура. Говоришь, у тебя проблемы? А ты знаешь, чего мне будет стоить убедить руководство канала в успехе программы, чтобы её не прикрыли? Ты хотя бы догадываешься? Мне бы твоя забота. Поверь. Я был бы рад, если бы меня не волновало ничего, кроме этой дурацкой программы. Всё гораздо серьёзнее, Хасе Луис. Это вопрос жизни или смерти. Пойми ты, жизни или смерти. Кому-кому, но только не тебе жаловаться на жизнь. Я же был у тебя дома, видел твои хоромы. Ты можешь позволить себе всё, даже отсутствие приличной мебели. У тебя денег? Куры не клюют. Есть яхта, женщина, которая тебя обожает. Вот что сбивает меня с толку, и ты должен мне это объяснить. Но только честно, мне не нравится лезть людям в душу, но я хочу, чтобы моя программа получилась. А для этого я должен знать, что с тобой творится. Так что, садись, Филипп, и выкладывай, что у тебя. Ты действительно хочешь знать? Действительно? Ну, разумеется. Я и пришёл к тебе для того, чтобы услышать правду. Филипп, мы с тобой партнёры, и ты обязан быть честным со мной. Пойми, мы втянули в эту игру пять девушек. И не знаю, как ты, но я хочу спать спокойно, быть уверенным, что мы не пудрим им мозги. Ты должен меня понять. Я понимаю, понимаю. Не то, чтобы я водил дружбу с Филиппом, но всё же я бывал у него дома, гулял на его помолвке с Валентиной, и они казались самой счастливой парой. Даже не знаю, что у них произошло, и каким ветром сюда занесло Филипп. Всё было странно с самого начала. Кто-то позвонил и сказал, что хочет прийти, и вдруг оказалось, что это не он. Меня удивляет, что они с Валентиной всё ещё вместе. Почему она с ним не провала? Похоже, она вообще ничего не знает. Что-то здесь нечисто. Держи. Спасибо. Мне нравится этот парень, но, по-моему, он что-то скрывает. Мне тоже так кажется. Правда? Тебе тоже? Да, да. Хоть мне не нравится Валентина, но мне жаль эту дурочку. Ей просто морочат голову. Ой, толстячок, самый красивый, самый нежный, самый обаятельный мужчина на свете. И так влюблён. Очень скоро мы поженимся. Он уже сделал предложение. Что за вопрос? Конечно, ему уже обо всём договорились. Жить будем в его шикарном особняке, а медовый месяц проведён, может, на Таити, или в Греции, или в Круизе на его яхте. Мы ещё не решили. Ой, здорово, какая ты счастливая. Я просыпаюсь со словами, Валентина, тебе жутко повезло. Что ты не такая, как другие. У тебя идеальный миллионер. Такого бы на наш конкурс. Был бы миллионер, а всё остальное приложится. Послушай, а ты его видела? Ни разу. Его сразу прячут в кабину, откуда он может нас видеть, а мы его нет. К тому же он постоянно в маске. В маске? Послушай. Я знаю, как нам перестать портить друг другу кровь. Хочешь, скажи? Скажи. Прошу тебя, скажи, конечно. Я готов на всё, чтобы не переживать ещё один такой денёк. Не сердись на меня. Я тоже хочу быть с тобой. Но наедине, а не в шумном месте, где полно людей. Пожалуйста, не сердись. Ну, ассенсиан. Никаких «но». Я не хочу, чтобы нас кто-то видел. И прежде всего, Каролина. Я так решила. Либо ты соглашаешься, либо... Я не знаю. Нет, нет, нет. Хорошо, я согласен. Я только думаю, где же мы будем встречаться? Я же сказала, котик. Я тебе позвоню. Обязательно. Сейчас уходи. Должна прийти, правильно? Хорошо. Но можно мне тебя поцеловать? Хотя бы в щёчку, в щёчку. Быстренько. Быстренько. Погоди же. Быстренько. Здравствуй. И прошу, Эдуардо. Эва. Эва, ты совершаешь ужасную ошибку. Оставь меня в покое. Эва, нам надо поговорить. Ты не должна участвовать. Замолчи. В этом конкурсе. Хватит. Умножим 25 на 500. Да. Уверена? Нет. Пака, отойди от кастрюли. Но я хочу есть. Подождёшь. Ты морешь меня голодом. Ты как ребёнок. Кто взял мою ручку? А вот и девочки. Привет, привет. Сейчас будем есть. Я не спрашиваю, как всё прошло, потому что по твоему лицу это и так видно. Папа, я... Я ничего не желаю слышать. Ничего не хочу об этом знать. Итак, Эва, Алонса, ты всё же решила катиться по наклонной плоскости, несмотря на все мои возражения. Но я... Вот что я тебе скажу. Что бы ты ни натворила на свою голову, я всегда рядом. И готов. Эва, ну-ка, всё прошло. Я проиграла. Что? У тебя с Каролиной ничья. У Каролины больше баллов. Это уже не ничья. Но у тебя ещё столько шансов её обыграть. И хватит об этом. Что на ужин? Сильви ничего не трогай. Скажи мне, Эва, что там случилось? Ничего, мама. Жюри шокировало, что я сразу же полезла на сцену и стала петь. Зато Каролина предпочла пойти на кухню. Наверное, миллионеру нужна женщина поскромнее. Мама, я бы им такое могла приготовить. Ну а сам миллионер выбрал Каролину. Я выиграла только тест на эрудицию, потому что нажала на кнопку быстрее остальных. Каролина сейчас ликует. Уж я-то её знаю. Она там всех очаровала. Когда она готовила, я сам был в восторге. Всё так быстро, ловко. А как ей шёл поварской колпак, ты потом сама увидишь по телевизору. Увидишь. Это будет в программе. Я и так знаю, как она готовит. Но я не понимаю, что она забыла на этом конкурсе. Не понимаю. Мама, прошу тебя, не начинай. Оставь её в покое. Каролина мне уже всё объяснила. Возможно, ей наконец-то подвернётся что-то стоящее. А этот миллионер для неё – отличная партия. Я ему понравилась. Это правда, правда. Он дал мне больше баллов, чем остальным претенденткам. Точно. Ключая Эву. Верно. Миллионер выбрал нашу Каролину. Кто бы мог подумать. Не пройдёт и месяца, как наша королева станет супругой миллионера. Да что говорите. Мой толстячок безумно щедр. Он обожает делать мне подарки. И не знает меры. Он работает на бирже. И каждый раз, когда проворачивает удачную сделку, приезжает ко мне с ящиками шампанского и кроя, деликатесами. И мы вдвоём празднуем. Он чудо. Боже мой, у меня уже скопилось столько шампанского. Ведь больше трёх бутылок нам не выпить. Таких, как он, больше нет на свете. Мне нужно в туалет. Я с тобой. Жалки неудачники. Думаете, я поприваю с вами винцо просто так по дружбе? Нет, мои милые. Я здесь для того, чтобы разведать все недостатки и достоинства противника. А какие там достоинства? Эту челу я мигом уберу с дороги. А заодно выясню, кто этот таинственный миллионер. Валентина, какая ты умница. За тебя, Валентина, твоё здоровье. Вот что, Хосе Луис. Я предлагаю самое простое решение. Я ухожу из программы, а ты найдёшь себе другого, миллионера. Что? Нет, нет, Филиппо. Я уже не могу никем тебя заменить. Не могу. Но я хочу, чтобы ты стал более ответственным, уяснил себе, насколько это серьёзное дело. И твои слабости никого не волнуют. Ты идеальный мужчина не только для этих пяти бедняжек, готовых на всё, чтобы выскочить за тебя замуж, но и для многих других женщин, которые ждут от тебя великой истории любви, где воплотятся все их затаённые грёзы. Я? Как тебе объяснить? Думаешь, я не понимаю? Но это меня и бесит. Ведь я не такой. Я не мечта и не идеал, и никого не могу осчастливить, потому что сам никогда не был счастлив. Будем честны, Хаса Луис. Я обманываю всех этих женщин. Какая разница, обманутая или нет? Я хочу сказать, что всё может измениться, если ты постараешься быть на высоте. Согласен? Ну, согласен, нет? А если сама судьба уводит тебя с конкурса и не даёт тебе выиграть? Хотя бы подумай об этом. Ты заодно с папой? Нет. Но вдруг он какой-нибудь убийца, маньяк, садист? Почему он обязательно должен быть чудовищем? Может, он просто одинокий человек, который ищет любви, так же, как и я? На конкурсе? Эва, опомнись. А почему бы и нет? Зачем предполагать худшее? Поставь себя на его место. Он рискует своим именем, своим состоянием. Миллионы людей увидят, как он женится на одной из нас. Разве он не может? Просто влюбиться в одну из нас. Если этот мужчина ищет любви, то он выбрал очень странный способ. Может быть, женщина его круга слишком легкомысленная, а его привлекает совсем иной тип. Вот он почему-то выбрал именно нас. Знаешь, так бывает. Эва, знаешь, что я думаю? Ты совсем не изменилась. Все та же юная девушка, которая мечтает о сказочном принце на белом коне. Мужчина моей мечты должен быть богат, очень богат. И пусть он покорит, завоюет меня, подойдет ко мне и скажет, можешь прятаться, бежать от меня, но ты все равно будешь. Мужчина. А я хочу, чтобы он был нежным, внимательным, выполнял все мои прихоти, никогда не изменял, и, конечно же, имел кучу денег, чтобы меня содержать, дарить мне подарки. А мой идеал Филиппо Кастильо, мой милый толстячок. Он богат, умен, красив. Он женится на мне и даст мне все, о чем я мечтаю. Какие же мы романтичные. И все же, какой он твой таинственный принц-миллионер, которого ты создала в своих мечтах. Не знаю, мама. Вот он посмотрит меня в глаза, и я сразу пойму, что это он. Он должен быть сильным, в то же время чутким и добрым, чтобы мог не только брать, брать и брать, но и что-то давать взамен. И еще он должен быть мне предан, чтобы я всегда чувствовал себя любимой и защищенной. И за это я для него ничего не пожизую. И чтобы не лгал, мама, никогда не лгал. Потому что я не вынесу, если кто-то еще раз меня обманет. Все, я вас покидаю. Эта парчика никогда не уйдет, а я устала. Нет, я тоже пойду домой и займусь своим лицом. И я, потому что все уже выпито. Дождитесь Хасе Луиса. Что? Нет. Ему не понравится, что вы разбежались без его разрешения. Хотите, я куплю вам еще бутылку? Нам уже хватит. Серьезно, вы не можете уйти. Подождите. Если бы ты знал, что со мной, если бы услышал правду, ты бы просто убил меня. Так скажи. Скажи, ради Бога. На карту поставлена моя репутация. Я вложил все свои деньги, вовлек в это кучу народа, а теперь ты заявляешь, что хочешь уйти. Вот именно. Я хочу одного, уйти отсюда. Я этого не вынесу, хасовуюсь. Я задыхаюсь. Я больше не могу. Как тебе еще объяснить? Это невозможно. Нет, нет, нет. Это невозможно. Ну, ладно, ладно. В начале нашей беседы я пообещал, что не буду упоминать о неустойке, о контракте, и мы просто поговорим, как нормальные люди. Ну, что ж. Если ты желаешь уйти, Филипо, ты свободен. Ты вне игры. Добился, чего хотел. Доволен? Тогда прочь с глаз долой. У меня словно камень с души свалился. Но мне неприятно, что ты стал одним из многих, кого я подвел. Сожалею, что все так закончилось, но иного пути нет. Хотя бы сожалеешь. Значит, понимаешь, как нагадил мне. Поверь, я не преувеличиваю, когда говорю, что твои неприятности ерунда по сравнению с моими. Пойми это. У меня кошмар. Ак, который я сам себе создал. Поэтому я и связался с этим конкурсом. Но только сегодня я понял, насколько это унизительно. И правда, разве не унизительно торговать собой, когда ты имеешь все и в то же время ничего? Филиппе, меня не интересует весь этот экзистенциальный бред на тему иметь или не иметь. Скорее всего, мне не доведется пережить тот же ад, что и тебе, потому что я стал тем, кто я есть, благодаря своему упорному труду, не надеясь на наследство. Так что обращай. Забудем об этом. Кончено. Я благодарен тебе за то, что ты прекратил этот фарс, Хаса Луис. И можешь мне не верить, но я не подлец. А где мой камуфляж? Да? Тихо. Сейчас придем. Хаса Луис вызывает нас к тебе. Живо, живо, пошли. Ладно, чему быть, того не миновать. Давай, давай, давай. А так хорошо сидели. Раз, два, три. Помогите мне. Пойдем, пойдем. Благодарю. Послушай, а как дела у кухарки? Она пока выигрывает. И миллионер, и жюри за нее проголосовали. Что? Кухарка Эва выигрывает? Эва или кухарка? Эва пела, но если она готовит, как поет, то просто отравит бедного миллионера. А почему ты ее называешь кухаркой? Она у меня работала, но это не важно. Есть более интересная тема. Свадьба года. Это моя свадьба, свадьба года, десятилетие века. И вам посчастливится увидеть ее своими глазами. Закажем еще. Я приглашаю. И угощаю вас. За будущую супругу Филиппа Кастильо. Да, за меня, за меня. Я ничего для него не жалела. Делала все, что могла, в меру своих возможностей. Но она бросила ресторан только, чтобы досадить Эви. Душенька, она решила испытать силу своих женских чар. И учти, на кону миллионер. Не знаю, Тудрита. Может, я дура. Но Каролина вечно следует за Эвой. Будто она жить без нее не может. Кстати, об Эве. Надо напомнить ей о деньгах. Уже пора. Мой бедный толстячок. Каловый от зари до зари. Но как только мы поженимся, я увезу его на год в свадебное путешествие. Он такой душка. Такой душка. Выпьем. Эва, больше всего меня беспокоит Пако. Он принимает все слишком близко к сердцу. И ему сейчас очень тяжело. То, что ты делаешь, идет вразрез с его принципами. Он думает, что несостоятелен, как отец. Ты это понимаешь? Ну, почему? Почему? Я все делала только то, что от меня хотели, мама. Всегда. Я 14 лет была невестой того самого человека, которого вы прочли мне в мужья. Я работала как пчелка. Содержала всю семью. Вместе с папой. И никогда не жаловалась. Но никто ни разу не сказал, бедная Эва. Так у нее вся жизнь пройдет. Ни разу, мама. Нам казалось, ты довольна всем. И тебе это нравится. Нравится, мама. Но не в этом дело. Впервые в жизни я сделала что-то... На что-то отважилась. На поступок, которого вы от меня не ожидали. И все сразу изменилось. Вы возмутились, начали меня упрекать. Я приняла решение. И вы должны его уважать. Это моя жизнь, понимаешь? Вы пьяны? Мне не хватало только, чтобы мои сотрудники напились как свиньи. Я не пьян. А ты помолчи. От тебя даже отрезваю никакого проку. Все прошло ужасно. Все. Мы выставили себя на посмешище. Эта программа войдет в историю телевидения как самое провальное шоу. И вам должно быть стыдно. Если мне еще когда-нибудь понадобится что-то испортить, я займусь этим сам. Лично. Я не уверен, что у вас хватит ума справиться даже с такой задачей. А что произошло? Что ты на нас кричишь? Может, мне еще похвалить вас за сегодняшний позор? Учтите раз и навсегда. Во-первых, я не потерплю пьянства на моем канале. Ты уже купил себе канал? Молчать. И во-вторых, если кто-то вздумает меня подвести и не сделает то, чего я хочу, когда это нужно, я его уволю. Нет, нет, Алиси, я не шучу. А чтобы вы поняли, что это не пустая угроза, сообщаю, что одного я уже выгнал. Выгнал кого? Филиппе Кастильо. Вот дурюхи думают, если я с ними пью, то мы подружки. На халке. В гробу я видела таких подруг. Еще чего. Подруги Валентины Сулуага Кол. Нужны они мне. Это Челло. И это пустышка, которая подыскивает себе мужа на конкурсе. Бедняжка Челло. Она даже не заметит, как я выставлю ее на улицу. И я стану королевой лотереи, потому что так и должно быть. Глупышка. Толстячок, милый, милый. Но мы чуть не окалели, пока его нашли. За что ты его выгнал? Он нарушил дисциплину. А я не выношу ни пунктуальных и необязательных людей. Да, я серьезный профессионал. И я так ему и сказал. На этом все, Филиппе. Я не потерплю подобного отношения. Даже от мультимиллионера. И как же нам теперь быть? Очень просто. Завтра с утра пораньше вы отыскиваете другого миллионера и приводите его ко мне. Вот и все. И никаких возражений. Мама, я буду участвовать в конкурсе. Это мое окончательное решение. Я уже не отступлюсь. Я сделаю все возможное, чтобы этот миллионер женился на мне. Я буду бороться. Фильм озвучен компанией Зон Вижн. Фильм озвучен компанией Зон Вижн. Фильм озвучен компанией Зон Вижн. Субтитры сделал DimaTorzok